Серьёзный разговор сегодня у ребят из третьей гимназии с ветеранами афганской войны. Повод печальный, но памятный. Более 30 лет назад в горячей точке, проявив решительность и смелость в неравном бою с противником, погиб Алексей Перевозчиков. Пока вы помните, пока мы собираемся и говорим об Алёше, значит он всё-таки живой, значит он стал для нас идеалом, для подражания. Мы знаем, к чему стремиться. О том, что такое быть вдали от дома, в неблагополучном краю, где каждый день смерть ходит по пятам, рассказывает ребятам Василий Акуленко. Артиллерист, прошедший не только войну в Афганистане, но и Чернобыль. На воене ходили, караваны над оружием отстреливали. Я отстреливала. Вехоту поделивали в один раз. Она ходила туда, а мы закрыли позиции. Вот так незаметно пролетело лето. Своими воспоминаниями делится и полковник в отставке, начальник штаба 40-й армии СССР, ветеран афганской войны Виктор Тихонович Березуцкий. Он рассказывает ребятам о том, какой опасности ежедневно подвергались водители на суровых дорогах Афганистана. Мне тяжело говорить, но за время пребывания в Афганистане много водителей, я считаю, много погибло. Потому что в таких условиях, в которых работает водитель, он несколько даже сложнее и труднее, чем тем солдатам, которых я не хочу применьшать их значение, тех же мотострелков, тех же артиллеристов, танкистов и так далее, чем водители. Почему? Потому что, практически выполняя перевозки, он сидит за рулем, незащищенный. После беседы с ветеранами афганской войны ребята и гости школы почтили память Алексея Перевозчикова у памятной доски.